Здорово, с объектика 109, самого косичного, вроде его закончили, стены покрыли, ну типа лака что ли какого-то, в общем это уже больше не пыльное говнище, я сейчас вот здесь вот поставил вот эти вот рамки, и мне нужно пройтись еще раз. Поставлять вот эти вот облицовочные вставки на розетки, где-то они вообще отлично подходят, а где-то вот так вот криво, но все потому что кривы стены, вот просто для сравнения, криво поставлены подрозетники, кривые стены, ну в общем получается как-то вот так вот. Завтра приезжает принимать объект наш боярин, что он на все на это скажет, я хрен его знает, потому что косяком здесь волонтеров. Знаю его вкусы, все вот эти вот дела, и надеюсь, что вопросов у него много не будет. То, что розетки должны вровень выпирать, то что здесь вот, например, все криво, потому что в принципе кривая стена, давайте вот так вот. Вот, просто чтобы было понятно, какая ровная здесь стена. Что еще? Что еще тут есть? Ну, про вот эти дела, естественно, я уже рассказывал в прошлом ролике. Что, почему, как. Ну, здесь все понятно, я думаю, почему так можно было продлить коробом, но, как говорится, за это просто не занесли. Здесь, конечно, это интереснее выглядит, не так прям жестко все. Ну, я не знаю, что по поводу этого можно сказать. Это, по-моему, работает только на неокрепшие умы студентов и детей. Типа вот эти вот надписи, вот эти какие-то непонятные недографики. Напишите обязательно в комментариях, что вы думаете про вот такой дизайн. От себя лишь могу добавить в плане электромонтажа. Ну, особо каких-то есть трудностей. Не было. Учитывая то, что все вот это вот проходки в стенах были сделаны, линии были протянуты, на нас был только конечный монтаж. То есть просто прийти, поставить форматуру, подключить, все скрассировать и проверить вот эти вот линии. Так, ну вот еще здесь четыре розеточки. Почему все так криво, я вам сказал. Потому что кривые стены, поэтому все торчит. Ну и вот здесь вот последний план. Как-то более-менее дров, но все равно. Вот такая вот здесь тоже вовремя выпирать. Вот такие вот здесь веселые стены. Что-то еще по столам показать вам. Ну, на столах, конечно, это выглядит все намного интереснее, все качественнее. Ну, если бы, конечно, не вот такие вот моменты. Можно было бы, конечно, прямо точно рассчитать, где что подходит. Либо сделать, как я говорил, ниже, мы бы эту гофру просто спрятали под стол. Просто бы спрятали ее под стол. И такого комфорта жесткого не было бы. Вот такого говна бы здесь не торчало. Можно было бы элементарно хотя бы на баллончик, чтобы покрасить. Чтоб так не выделялось сильно. Ну, самое идеальное это вот эти вот три стола. Они-то я через... практически идеально. То есть здесь, как положено, нащельники стоят с каждого края. А подводка... подводка здесь вот такая вот. Это леграндовская колонна. Она присверлена в бетон. А здесь вот немножечко сделана с запасиком на всякий случай, чтобы было какое-то движение влево-вправо, там, несколько сантиметров. И здесь вот засверлен стол и прямо в кабель-канал он выведен. Вот в этот. Вот это, в принципе, самый идеальный вариант получился. Ну и... Вот эти пять столов тоже не самый плохой вариант. Вот здесь вот не самый плохой вариант. Точно так и с гафрым. Ну и здесь вот как-то вот так вот спрятан здесь никак не получается. А вот здесь уже все в упор. Переговорка. Телевизор, он, собственно, здесь и до этого был. Телевизор, насколько я помню, еще мы вешали. Просто здесь все спрятали в стену. Все коммуникации, все провода, все спрятали в стену. Ну и как бы о качестве монтажа плинтуса и о качестве выполнения гипсокартинных работ. Я думаю, все этим сказано. Все вот стекутся над этой хренью. Не знаю, для чего ее сюда прирубили. Какие-то дурацкие надписи. В общем, такой вот объект. Сдали мы здесь электрику. Короче, пишите комментарии, пишите, что вы вообще об этом думаете. Запрягают ли вас на такого рода работы. Кстати говоря, вот эти вот розыгрызки ставили не мы, они здесь уже лет 10, наверное. Несколько того, вообще, как мы отдавали это помещение в переговорах. Вот. Ну и, короче говоря, оценивайте видосик. Увидимся в продолжении в следующем блоге. Пока.